Они любопытные, уже тычут по кнопкам своих клавиатур и забивают в поисковой строке Яндекса или Гугла, кто такой Максим Комаров. Кто это? Кто это Максим Комаров? А что? Что он спросил? Убай. А что она ему ответила? Ребята, расслабьтесь. Никто не знает, какой Максим Комаров, кроме одного единственного человека. Самого Максима Комарова. Потому что Максим Комаров это мой подписчик. Итак, что же спросил Максим Комаров у Баи и что она ему ответила? Об этом в сегодняшнем видео. Вообще сегодняшнее видео я хотела назвать по-другому. Я хотела дать своему ролику название Баи «Расскажи, как прекрасна жизнь». И знаете почему? Потому что именно такой вопрос задал мне Максим Комаров. Сначала о том, кто такой Максим Комаров. Это один из моих подписчиков. Мой давний зритель, с которым мы состоим в переписке и рассуждаем просто о жизни. Делимся друг с другом хорошими новостями, какими-то интересными фишками. Максим Комаров – это один из тех людей, которые общаются с тобой на равных, которым интересно все, что происходит у тебя в жизни, и которые любопытны, любознательны. И им нравится осваивать этот мир, узнавать какие-то новые интересные вещи и узнавать мнения других людей по поводу тех или иных интересных вещей. Я много раз получала от Максима Комарова интересные вопросы. И некоторые из этих вопросов уже легли в основу моих роликов. Или еще мне предстоит снять видео на темы, которые обозначил мне Максим Комаров. И сегодняшняя тема «Баи, расскажи, как прекрасна жизнь» – это даже не вопрос. Это скорее предложение мне создать видео с рассуждениями о том, как прекрасна эта жизнь. Друзья, именно сегодня, во второй день зимы, я хочу сказать вам, как на самом деле прекрасна жизнь. Может быть, вы об этом забыли. Может быть, вы это знаете, но считаете, что это не актуально на сегодняшний день, когда так трудно жить, когда зима и нет снега, когда передают плюс через пару дней. Что это за зима? Разве это прекрасно? Когда не хватает денег, когда нет работы, когда болеешь ты сам или болеют твои родственники, когда от тебя уходит любимый человек или ты разочаровываешься в ком-то. Разве может быть жизнь прекрасна, когда кругом столько происходит всего, казалось бы, негативного. И тем не менее, я хочу вам напомнить, что жизнь всё-таки прекрасна. И я хочу вам привести примеры из своей жизни. Я думаю, скорее всего, вам, наверное, всё-таки немножко любопытно, что такого происходит в моей жизни и почему я считаю её прекрасной. Ну вот смотрите, например, сегодня я едва проснулась, я услышала звонить телефон. И я увидела, что звонит мама, и я страшно испугалась, потому что моим родителям уже за 80, и каждый звонок ты воспринимаешь, как будто что-то случилось. И когда я взяла трубку и услышала совершенно спокойный мамин голос, что она просто о чём-то попросила, вы знаете, я была так счастлива, я поняла, что жизнь прекрасна, потому что сегодняшнее утро началось с того, что я узнала, что мои родители живы и здоровы, и что они чего-то хотят, они о чём-то просят. Это здорово. Когда мы молодые, мы не ценим в должной мере присутствие наших родителей в нашей жизни. И я этого не ценила. И только сейчас, когда мне уже 56, и когда моим родителям за 80, я по-настоящему начинаю ценить каждую минуту, которую я нахожусь рядом с ними, живыми. Это прекрасно, когда твои родители рядом и когда они живы. Пусть даже они не очень здоровы, но они живы и они рядом. Это прекрасно. А вот ещё пример из моей жизни. Я подала заявку на обучение в школу врачей-натуропатов Михаила Советова. Казалось бы, 56 лет. Какая может быть учёба, когда уже в моём возрасте люди на пенсии грызут семечки, смотрят сериалы. Но я намерена учиться целый год, учиться натуропатии по-настоящему и оказывать более профессиональную помощь тем людям, которые нуждаются в этом, нуждаются в помощи врача-натуропата. Для меня это шикарная перспектива моего личностного роста. И для меня это прекрасная возможность самосовершенствоваться и помогать людям. Я благодарю жизнь за то, что она мне предложила вот такую возможность. И, конечно же, я её не упущу. Жизнь прекрасна. А вот ещё пример. Вчера вечером я уже собиралась ложиться спать, и вдруг я получила вот такое сообщение. Милая, добрый вечер. Прости, что поздно увидела, только возвращаясь из Краснодара, дочери бочко. У меня всё прекрасно. У меня сегодня восьмой день условного голодания. Чувство себя прекрасное. Ну, позволяя иногда вольности кофе там выпить, с мёдом. Ну, вообще так замечательно. И мозги прочищаются, и тишечник, и всё остальное. Спасибо тебе большое. Это сообщение от одной из моих клиенток. И я была так воодушевлена. Мне стало так радостно. И я подумала, боже мой, какое счастье. Как прекрасно, когда ты ложишься спать вот с такой прекрасной новостью от человека, за которого ты, можно сказать, отвечаешь. и судьба которого тебе небезразлична. Это прекрасно. Или вот ещё другой пример. Сегодня утром, рассматривая сообщения от моих подписчиков, от клиентов, я получила вот такое сообщение. Это была последняя конфета. Я это говорю, в голове ещё нету, но я уверена, что это была последняя конфета. Всё, я рот закрыла. Я лучше ложечку мёда съем, чем эту конфету. Спасибо. Скажите, разве это не прекрасно, когда человек сделал, пусть маленькую, но победу над своими слабостями, маленький шаг к победе. И он радуется этому, и я радуюсь вместе с ним. И это чертовски приятно осознавать, что ты имеешь хоть какое-то небольшое отношение вот к этим маленьким победам. А ещё я каждый день получаю сообщения, в которых люди мне пишут о том, что они вот наткнулись случайно на мои видео, и их очень это захватило, моя история. Они вдохновились моим результатом, моим трудом, и они полны решимости последовать моему примеру. И появление в их жизни меня сподвигло их на то, чтобы коренным образом поменять свою жизнь, конечно же, в лучшую сторону. Конечно, меня это не может не радовать, ведь это прекрасно осознавать, что ты вдохновляешь, что ты мотивируешь, и что от тебя есть польза, реальная польза другим людям, когда они хотят менять свою жизнь в лучшую сторону, и ты понимаешь, что ты к этому причастна. Но это, ребята, просто прекрасно. Вчера мы наконец-то выбрались с мужем в сауну, и это прекрасно, потому что мы долгое время никак не могли найти возможность, и вообще не могли найти хорошую сауну для того, чтобы получить удовольствие от парной, от берёзового веника. Несколько дней назад у меня выпало свободное время, и я посмотрела очень хороший фильм. Это тоже прекрасно, потому что это большая редкость, чтобы мне удавалось посмотреть тот фильм, который я хочу. Прекрасно то, что я совершенствую и организовываю свой рабочий день так, что я наконец-таки стала иметь немного свободного времени не только для того, чтобы посмотреть фильм или пообщаться с моей семьёй, с моими родителями, детьми, но и для того, чтобы заняться немножечко, хотя бы чуть-чуть своим любимым делом, а именно лоскутным шитьём. И вот сейчас как раз я дошиваю своё лоскутное, очередное лоскутное одеяло для маленького мальчика. Это заказ, который я выполняю. И это тоже доставляет мне такое огромное удовольствие, что я понимаю, как же прекрасно, когда у тебя есть какое-то творческое занятие, которому ты отдаёшься совсем пылом своей души и забываешь про всё, про еду, про время, про свою основную работу. Ну, это прекрасно, когда есть какое-то творчество, которому ты можешь посвятить своё время. Ещё у меня есть хорошая новость относительно моего питания. Оно постоянно совершенствуется. И кажется, я подошла уже к малоедению. Дело в том, что я замечаю, что в последнее время мне становится нужно всё меньше и меньше еды. Порции стали меньше, и количество приёмов пищи стало значительно меньше. И я стала наедаться такой простой едой, как, например, кисть винограда. И я понимаю, что это здорово. И это значит, что в моём организме продолжают идти те процессы, которые я, собственно, и запустила, и которые я хочу, чтобы они и дальше шли. Процессы оттачивания своего питания до такой степени, чтобы быть как можно меньше зависимым от еды. И это хорошая новость для меня на сегодняшний день. И в этом тоже состоит прекрасность моей жизни. Прекрасно то, что скоро Новый год. Прекрасно то, что меня окружают любимые и любящие люди. Прекрасно то, что я окружена любовью и сама научилась дарить любовь и научилась радоваться за других людей. Поверьте, раньше я не очень умела это дело делать. А вот теперь я этому научилась. Я радуюсь за других людей, когда у них что-то очень хорошо получается. И эта радость доставляет огромное удовольствие. Друзья, я уверена, что каждый из вас может найти в своей жизни массу прекрасных вещей. И эти прекрасные вещи нужно искать в сегодняшнем дне, в сегодняшнем моменте. Не завтра, не послезавтра, не через год, не вчера, не позавчера и не в далеком детстве, а именно сегодня. Вот сегодня оглянитесь вокруг себя и вы найдете массу прекрасных мелочей. Пусть это мелочи, но они могут быть прекрасны. И если вы будете цепляться за каждую прекрасную мелочь, то из этих маленьких прекрасных мелочей как из лоскутков соткется большое теплое прекрасное одеяло. И это одеяло будет вас согревать, и все у вас будет прекрасно. Я желаю, чтобы именно так у вас все и было. С любовью, ваши байчи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»